Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции называется Нефробластомы или опхоли венеса. Опхоли почек у детей составляет 7% от всех злокастных навыкновообразований детского возраста. У детей преобладает нефробластома или называется опхоль венеса. Нефробластома, врождённый злокастный опхоль почки, развивающая из паренхемии почек и составляющая 90% всех злокастных опхолей почек у детей. Впереди подробно описал клиническую и гистологическую картину данного заболевания в 1899 году немецкий хирург Макс Вильмс и в честь автора опхол называется опхолем Вильмса. Эпидемиология. В структуре заболеваемости опхол Вильмса составляет 6% всех злокастных опхолей детского возраста. Ежегодно заболевает в среднем 1 ребёнок на 100 тысяч детского населения. У 78% детей опхол диагностируется в возрасте от 2 до 5 лет. Опхол Вильмса редко встречается у новорожденных и ещё реже у детей старше 8 лет. Частота заболеваний девушек и мальчиков примерно одинакова. Нефробластома в основном поражает одну почку. В 6-10% случаев встречается билеотериальное двухстороннее поражение почек. Идеология. Причины заболевания до конца не изучены. Обычно опхол Вильмса возникает спорадически. В 2% случаев имеет семейный характер. Опхол Вильмса часто сочетается с врождёнными пороками развития, такими как анеридия, гемегипертрофия, крипторхизм и т.д. В развитии нефробластомы имеют значение наследственные факторы нарушения супрессора генов ВИТ-1, ВИТ-2. Факторы связаны с экзогенными интоксикациями и радиациями в первом триместре беременности. Макроскопическая картина нефробластомы чрезвычайно разнообразна. Демонстрирует широкий кличный и тканевой спектр. Некроз и кровоизлияние. На данном слайде показан участок некроза. Вот макропрепарат опхол Вильмса, где имеется участок некроза и участок кровоизлияния. Клиника нефробластомы. В отличие от рака почки у взрослых, опхол Вильмса может достигать больших размеров, существенно не влияя на самочувствие ребёнка, не имея каких-либо определенных клинических симптомов. Чаще всего обнаружение опхоли является случайной находкой и обнаруживается родителями при купании ребёнка. Самым частым признаком опхоли Вильмса является наличие опхоли в бручной полости. Этот признак составляет 60% случаев. В ранных стадиях заболевания иногда может быть следящие симптомы. Это общая слабость, снижение аппетита, тошнота, иногда рвота, снижение массы тела и осталось от развития, субфибрильная температура тела, изменения в лабораторных показателях. В клиническом периоде развиваются следящие симптомы. Со слов матери, наличие опхолевидное образование в бручной полости и в 85 и 90% случаях за счёт опхоли увеличится объём живота. Следующий симптом – это повышение температуры тела. Далее гематурия, может быть макро- и микрогематурия. Иногда наблюдается артериальная гипертензия. Поздние симптомы нефробластомы. Местные проявления опхоли ВИМСа связаны с увеличением размеров поражённой почки, с давлением или прорастанием опхоли в окружающих органах и тканях, в частности магистральных сосудов. Это расширение сети венозных сосудов на бручной стенке, варикоцелии и, может быть, и осет. Опхол чаще локализуется в верхних отделах живота, в подребели, и напоминает увеличение селезёнки, или увеличение печени. Поздние симптомы заболевания. Это может быть асимметрия живота, боль в животе, связанная с прорастанием опхоли в окружающей ткани, может быть макро- и микрогематурия. У 25% пациентов обусловлена макро-гематурия расположением опхоли вблизи лоханки и врастанием в неё. Теперь стадия нефробластомы. Различают следующие стадии нефробластомы. Первая стадия, когда опхол ограничена почкой, не выходит за пределы капсулы почки и может быть полностью удалена. Размер опхоли не превышает 7 сантиметра. Вторая стадия, опхол выходит за пределы капсулы, когда и прорастает в околопочечной клетчатке и может быть полностью удалена. Во второй стадии размер опхоли тоже не превышает 7 сантиметра. Третья стадия, это опхол, когда прорастает в брусной полос, выходит за пределы капсулы почки и прорастает в брусной полос и удаляется в таких случаях нерадикально. Четвертая стадия, когда опхол, когда имеется гематогенных метастазов в лёгке, в печени, в костях или метастазы отдалённых лимфатистских узлах вне брусной и тазовой полости. Пятая стадия, когда двухсторонняя опхол вельмса ставится пятая стадия. Обследование. Современные методы обследования включают компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и ультразвуковое исследование и играет исключительно важную роль в диагностике большинства видов опхоли почек. Диагностика. В диагностике опхоли вельмса имеет значение анамнез, пальпация живота, общий анализ крови. Для общего анализа крови при опхоле вельмса характерным является наличие анемии и ускорение сои. Четвертый. Общий анализ мочи. Для общего анализ мочи характерным является протеинурия, микро- и макрогематурия. Следующий пятый. УЗИ. Ультразвуковое исследование почек. В нем определяется злокачественный опхол. Для диагностики опхоли вельмсах характерным является эксклюторная урография. Эксклюторная урография проводится для определения выделительной функции пораженной почки. Далее проводится компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентгенография грудной клетки и в последнем трипомбиопсия из опхоли под контролем ультразвуковой исследования. На данном слайде показана микроскопическая картина опхоли вельмса. Дифференциальная диагностка. Дифференциальная диагностка опхоли почек у детей проводится с врожденным гидронефрозом, поликистозом почек, обхолями надпочечника и нейробластомой. Лечение. Лечение проводится комплексным методом. Сюда относятся хирургический метод лечения, химиотерапия и лучевая терапия. Хирургическое лечение опхоли вельмса. При хирургическом лечении удаляется поражение почка с околопочечными клетчатками и лимфоузлами и клетчатками заброшенного пространства в едином блоке. При больших размерах опхоли проводятся предоперационные курсы химиотерапии и после уменьшения размера опхоли проводятся оперативные лечения. Доступ к операциям может быть лабораторный разрез или лумботомия, или межреборный доступ. Химиотерапия. Нефробластома высокочувствительна к химипрепаратам. Применяется комбинация препарата Винкристина, циклофосфана, доксорубомицин и этапозит. Неодевантная химиотерапия проводится в предоперационном периоде с или уменьшением размера опхоли. Одевантная химиотерапия проводится в послеоперационном периоде от 2 до 4 курсов. Лучевая терапия. Лучевая терапия в основном применяется в послеоперационном периоде до 10 дней. Доза лучевой терапии составляет от 10 до 20 гривен. Благодарю за внимание.